Привет, друзья! Это последняя, пятая серия. Наверное, последняя из тех, наверное, почему последняя? Потому что я фактически начал повторять все то, что я снимал в течение десятков лет. И, наверное, пора остановиться. Напомню тему. Человек москвич, блестящее образование, медик. На 24 сутках захотел вырастить копию моего сада, я ответил, что вырастет еще, наверное, лучше. В какой-то момент оказалось, что в нем близко к нотовой воде возникли проблемы. И вот пятую серию мы эти проблемы пытаемся разрешить. И я пытаюсь объяснить человеку, когда не ошибиться в выборе. Потому что можно вырастить просто сад, можно вырастить просто лучший сад. Вот, видите, это моя груша в Сибири. Вот, по такому принципу. Можно пойти дальше. Можно улучшить каждый вид, каждый сорт, каждое дерево. Для этого существует технология железа. Мы все это проходили и осталось до конца решить проблему близких гнутовых вод. Напоминаю, я Железавлерий Константинович, Сибиряк, Шушенский район Краснодарского края. Вот, наверное, лучший сад в России по качеству плодов. Вот, но мы все это уже в предыдущих сериях проходили. Сегодня 6 июля. Давайте посмотрим, что я еще не успел сказать. Вынужден пропустить тему телегонии. Вот, потому что я понял, что это сел на любимого конька. Всем ли будет интересно. Фильм создается не только для Станислава Аркадьевича, но и для сотен тысяч других садоводов. Итак, напомню, что Станислав Аркадьевич пригласил меня на полный кост, на полное обеспечение. Только ради консультации. Как специалиста, как друга я отказался. 71-й год многовато для поездок. Я не понял, что отказался от поездки. А моя главная помощница, у меня их двое главных. Сын Сергей и духовная дочь Савинича Елена Александровна. В данный момент она аспирант из Красноярска. И вот получается так, что раз я не мог, не смог, не могу приехать, она может подсказать. Наверное, если вы пойдете дальше, ваши труды могут пропасть. И вдруг, и правда, вырастите в Лусисад, начали в Подмосковье, а потом в России. Это просто 5-10 лет. Это настолько просто, просто наука завела себя в тупик. И поэтому не мешало бы, чтобы пользу принести всей стране. Я не смог этого сделать, несмотря на сотни статей, сотни фильмов, уникальный сайт. Десятки посещений телевидения, но не бесполезно. Остаюсь на небитаемом острове. И получается так, что, наверное, Савинича Елена Александровна может, она знает весь бомонд. Поэтому теперь, возможно, вам придется, я бы вам посоветовал с ней связаться еще к тому же. На всякий случай, показываю, что это за чудо. Такие девушки не могут быть, как назвать-то, заурядными. Английский язык, еще три языка, боже мой. Сотни, просто еще студенткой, уже были не одна сотня научных работ. И вдруг, Константинович, я хочу стать вашей ученицей в этой аспирантке. Вы краса дипломницей. Такое желание. Новый результат. Теперь уже она может стать мостиком между нами, любителями, и наукой. И вы. Потому что это особый человек. Так, я такие знаю, только пока двоих. Это Юлия Матвеева и Елена Савинича. Те, которые прошли у меня производственную практику. Представляете, Красноярский госуниверситет. Единственная выпускница за все годы из тысяч, которая умеет ворачиваться. Вот. Все остальное в холостую, в пустую. Представляете, в пустую. Вот. Вот. Умение прививать. Умение находить гепатогенные зоны. Одна из тысяч. Вот. А у вас близко готовы. Эта проблема и вас тоже коснется. Уважаемый Станислав Аркадьевич. И вот я говорю. Извините за это лирическое отступление. Лена, позовут. Уезжай к черту из Сибири. А то повторишь судьбу моего сына Сергея Железова. Представляете, диплом агронома. Один из лучших садоводов России. Настоящих садоводов. Не этих, не... Которые за столом сидят и ничего не... И повторяют эту глупость. Лучший... Один из лучших садоводов. Его не взяли на первый курс. Ему было 28 лет. Агроакадемия Красноярска. Не взяли, понимаете? Не взяли. Плати. Это... Это ж... Узнаешь. Железов едет поступать. Это коровую дорожку. И потом уже только бы приехал сразу. Мы вас примем на бесплатный курс. Это самое. Сергей Валерий Железов. Но с условием. С первого дня вы будете этим самым... Садоклассиком. Вы будете лекции читать. Вы будете учить. Мы вам выделим место. Вы посадите свои уникальные сорта. Вот. Диплом агронома есть. Самое главное научить. Помогите нам научить тысячи. Сотни и тысячи этих. Нет, не взяли. Как не уча. Гони монету. Вот. И вот когда я сказал, что Елена, уезжай из Сибири. Повтори судьбу сына Сергея Железова. Вот. Тележкой с навозом его можно увидеть. А она, Елена, злится. Представляете? Когда я говорю, уезжай из Сибири. А она говорит, не уеду. И вот она может помочь найти. Может, среди профессоров. Она несколько командировок провела. Там, в Сколково еще где-то. Вот. Училась. Дипломы получала. Тот, по-моему, это она знает. Может быть, кто-то и подключится к вам. Потому что так было у Мичурина. Мичурин работал. Подключили к нему профессора. А профессор все это фиксировал. Одна из важнейших проблем науки. Сближение геномов слив и абрикосов для огромных площадей России. Вы представляете, сколько в России? Это весь северо-запад. Вот. Почему? У слив короткая корневая система. А у абрикосов длиннючая. Я уже показывал, рассказывал в предыдущих сериях. Значит, смотрите. Я не болтун. Это слива привита на абрикос. А это абрикос привитый на сливу. Да, у них век короче получился. Когда-то все-таки погибли. Мои прививки такие. Дали несколько урожа и погибли. Но сближение, сближение, сближение. Понимаете, нужно. Одно из сближения геномов. Это реально. Это несколько поколений. Переносишь вот такую ветку. Берешь вот такую. И снова сажаешь абрикос на сливу. Потом еще раз сажаешь абрикос на сливу. Еще поколение. А ведь это каждый год. То есть проходит 3-4 года. Все, сближение закончено. И теперь сливовая подвое с короткими корнями. И красуются абрикосовые эти. Скелеты или кроны. А еще не все. Сближение с персиком. Слива с персиком. Вот. А вот это вот слива на... Это я как бы сказать. Если мы можем сближать вот этот результат прививки слива на абрикос. Можем? Почему тогда абрикос на сливу не можем? Пусть у меня мало пока примеров. Вот. Ну получалось же. С первого раза получалось. Три-четыре урожая получал. Слива на абрикосе. Ой. Абрикос на сливе. Ах, это химера. Несколько поколений, никакой химеры. Просто на этом останавливаются. Раз штамп мне на лбу. Вот. Заработал звание. И проходимца. И это самого. И провожал науку. Ну единственное, что рядом ставили с Мичуриным. И вот я не обижался, когда рядом с Мичуриным. Лжа наука. Ложное направление. Мичуриным железом. Да я от гордости лопаюсь, чтобы это. Есть еще вариант. Можно быстрее, когда. Множество скелетный привек. Самое лучшее выбираем. Переносим. Самое мощное. За мной пошел мой брат. Это Кострома. Абрикос военно привит напорост терновника. Черенок от железа. Видели? Внимание. Вместо привыки черенок и абрикоса напорост местной сливы. Ну новичок абсолютно взял привычный нож. Черенки саженца абрикоса. Вот смотрите, саженец абрикоса выращен был из косточки железовой. Шесть лет назад он только взял в руке лопату и картошку до этого садил только. Смотрите, как здорово. Черенок саженца, абрикоса, а он саженец из косточки железовой. И вот впереди первое положение. Фотографию сделал несколько дней назад. Сейчас июль. А посмотрите, какие штамбыки. Видели? Вот смотрите. И уже на них плоды висят. Пройдет немного времени. Пишите, звоните. Как там? Получились, не получились. Только взял привычный нож, уже чудеса творит. А вот это и есть те самые подвойные сливы, которые я использую. Или красно-желтые. Вот. Видели? Вот она. Это мой Тимошка. Вот. Тоже денег не будет на бюджетное место. Меня уже в живых не будет. Тоже не будет. А он уже сейчас. Я показал вам подарок. Вы бахнули. С мотокосой, с этим самым, с секатором. Пересаживают саженцы. Ухаживают за ними. Тоже на бюджетное место. Тоже хрен для него не будет. И никогда у нас садов не будет, когда не изменим отношения. А вот и он герой. Это он заготавливает эти подвойные сливы, косточки заготавливает для прививок. Вот. Таких людей не взять на первый курс. Его должны были на последний взять. Только чтобы дать диплом и быстрее забрать его в науку. С его умением-то. Отсекаем тупики. Вот это я вырастил колновидное яблони. Посмотрите. Можем, если захотим. Это Сибирь. На это таких случаев всего несколько на всю Сибирь. Потому что я в Сибири не обнаружил ни одного полноценного колновидной яблони. Продано десятки, сотни тысяч саженцев. Результат нуль. Так и хочется было. Вот здесь кукиш надо было. Знаете, в Яндексе набираешь слово, кукиешь фото. И тысячи кукишей выбирай. Эти, это самое. Станислав Аркадьевич. Вот такие вот. Каким-то образом. Даже не знаю как. Но это надо опять разоряться. Надо уже Лизова Сергея. Вот такие саженцы. Корневые отводки. Они особые. Так что пойдут ли они у вас? Но они не боятся сырости. У них нет центрального корня. Видите? Вот. И тогда у вас будет яблони в сад. Уже будет гарантирован. Но тогда надо, чтобы... Ну, начинать с семян. А у них будут корни. Потому что это будут сеянцы. А таких у нас вся тайга заражена ими. Так. Это сибирки. А к ним уже привычены мои культурные. Ну, пока просто мотайте ногу. Так просто не решить. Может заказать 10-20 вот таких. С тайги прямо, чтобы Сергей выкопал. Есть у него сеянцы, но у них корни будут длиннее. А вот это чудо. Потому что у вас же как? Близкие грунтовые воды. Вот для них вроде бы даже наука создала. Они палки втыкают, палки обрастают корнями. Какие корни вы видите? Это саженцы Сергей получил из Крыма. Мы должны были с них взять эти веточки и привить. Мы их посадили, они сдохли. Единственное, которое удалось на второй год взять веточку, это... Мы еще надеялись, но они сдохли. Почему? Смотрите крупный план. Вот эти тупики. Еще не успело посадить, еще только с посылки. А он уже гнилой. Почему? У него нет корневой шейки. Это палка, воткнутая в землю и на границе земля. Воздух, вот что мы имеем. Вот они, возможности техники. Смотрите. Вот видите? Все. Как он будет жить? Его надо было сразу... Садить не надо было, надо было сразу выбрасывать. Все равно сдохли. А вот еще. Вот в таких случаях иногда, если есть супер, то есть очень близкая к песку почва, большим процентом песка в этом, в этом так называемом, условно называемом гумусом, вот тогда еще они подольше поживут, все равно сдохнут, но не в первый год, как тут. А вот еще. Давайте крупный план. Сразу отсекаем, еще раз говорю. Все колновидные, все эти самые полукарлики, все эти, вот они, смотрите. Что я получил? Вон, вернее, Сергей в посылке. Что он получил? А вот это вот чудо. Еще на стадии прививки уже сгнило. И это все пол России, по крайней мере. Про Сенцева подвой забыли. Но вам, Станислав Аркадьевич, Сенцева подвой не спасут. Ну, когда, если вы все-таки выпишите у Сергея 10-20, а кто вас знает, какие ваши масштабы этих самых сибирок, как корневых отводков, без центрального корня. У них, кстати, хотя они не Сенцева, но у них вот этого никогда не будет. Это место у них предусмотрено, природа, оно не гниет. И тогда сделали скелет, испытывайте до посинения. Вот это я специально взял одну из сотен фотографий, или из тысяч. Просто раз и все. Это на второй год. Ага, вы какое яблочко. Годится. Берем коллекцию. А у вас одна из направлений может быть. А сделаю я просто коллекцию из ста лучших, не, не из тысячи, замучайтесь. Из ста лучших абрикосов в мире, из ста лучших яблони в мире. В мире, подчеркиваю. Когда-то обнаглейте, начнете прямо из Италии выпить это. Выписывайте. Мне из Франции прислали абрикосы, должны были 150 граммов. Мне прислали посылку. Прислали наши, они были там, они так хотели мне помочь. А собирали посылку не они. И они вот огромной толщины, вот как эти ветки, взяли, нарезали, французы, нарочно что ли, девались. И торсы не обмазали. Я получил, а шла посылка месяца полтора, все-таки граница. Я получил дрова. Аж чуть не плакал, представляете. Единственный случай из Франции получить посылку, но не упаковали тех, кто, они просто платили. Упаковали, подписали, Сибирь, Жерезово, и получил я эти дрова. Торцы не замазали. Вот так вот. Но сейчас у нас в стране все хуже, хуже. В стране больше качества товара не раздобыть. То, что еще есть у меня, еще есть в садах Боднара, уже покойного, и Латинкова покойного, мы обменивались, кстати. Вот. И, наверное, на этом все. И, наверное, на этом все. И где сейчас доставать это? Ну, за основу возьмете мою коллекцию. Вот. А вот в чем беда. Это ранетка. И семечка. Посмотрели? Вот. Это уже не для вас. То есть для вас, где они там были, вспомните, сына Сергея в руках держит эти, и стойки прямо. Они считаются, к ним считается, к дикарям ничего не приживается. Но несколько поколений, и чудо свершилось. Теперь уже не подвои привыкают, а привои уже годятся для этих подвоев, для дикарей. Это особая работа. Ну уж точно, если не Нобелевскую, то это работа попроще. Но государственную премию уже должны были вручить. За эту работу, за эту технологию. Вот. Но лучше ничего не иметь. Чем признавать, что мимо науки как-то все лучшие открытия прошли мимо науки. Как администрация президента президенту моей книги не показала. Отправили Минсельхоз. Минсельхоз отправил на Кубань, туда, где Сочи, изучать материалы в Северо-Кавказской академии или университете. Там они сдохли, мои материалы. Вот. Вот так вот. А вот это вот так колонна. Ну, удачный пример. Все равно потом погибла. Вот. Потому что у них короткий век. Ну, еще раз, как бы вы ни хотели, вы можете вырастить 10, 20, 30 для души. Удивлять телевидение, потом у вас появится такая, знаете, вы станете звездой в масштабах Москвы, Московской области. Потом уже российская. Вот. Потому что колонны, они выше моей головы никогда в стандарты не растут. Да и невозможно. Потому что основа вот эти палки. Вот на этих палках их и выращивают. А потом, где колонны в России? Я все ищу, ищу, ищу. В счет на саженцы пошел на миллионы. И ни одного такого показать не могут. Ни одного. Я имею в виду нормальную Россию. 90% территории, которым, кроме Кубани, Северного Кавказа, все остальное, это Северная Россия, я называю. И найдите там вот что-нибудь подобное. А вы можете. Но это будет как извращение. Как, знаете, вот, заниматься чем-то остальным. Ну, и где-то в уголочку. Вот. Это так же, как вы вырастить можете. Шелковицу мою. Почему мою? Самая растойкая в мире. Персики мои. Самые растойкие в мире. На 10 градусов мороз держит больше, чем мы. Официально из Новочных садов. Персики, да? Вот. Черные абрикосы, персики, шелковица. Вот. Много чего. Абрикосы за 100 грамм. У меня таких несколько сортов уже. Как они увеличивались эти годы. Отдельный разговор. Ну, не идет персик на вашей земле. Видите, какой у него корень. Выкопал я до книги. Выкопал. Вот. Ну, что, садим на эту. Я вам показывал, не показывал. Персик я показывал на сливе. Вот она слива. Вот, обратите внимание, справа, видите, вот такой кусочек торчит. Это ее, ну, правда, это пуповина, которая должна была дальше продолжать. Но тут хитрость чем. Она привитая. Это, подвойная слива, я вам показывал там фотографии выше. А это на подвойную сливу привито тоже слива. Венгерка. А вот так она передает свои качества. Передает ли венгерка качество, это другой вопрос. Как в том анекдоте. Это второй вопрос, профессор говорит, студент, и протягивает зачетку. Вот. А здесь получается так, что опять все упирается в эти. И вот смотрите, полюбовались на корни. Вот передато все звено. Тут пойдет саженец, 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 саженец. Вот с этим понятно. Вишня. Видели? Вот. Можем черешню выращивать и привать на нее качественную вишню, то есть настоящую, такую, как в Узбекистане или в Турции. Так. Можем. Почему? Центрального корня нет. Но это отдельная тема. Где вам их взять? У нас, у меня их таких десяток, а у вас и вокруг нее лезут, лезут с под землей, даже косить приходится лишнее. Вот. Вот это и так. Слева ваше спасение. Раз. Вишня. Два. Так. Войлочка отдельная тема. У нее тоже можно. Войлочная вишня. Три. Вот. Яблони. Тех, корневая твотка. Четыре. И вот она, вишня степная. Смотрите. Один из примеров. Он очень поразительный. Почему? Я в свое время привал на них черешня. Они погибли. Ну, я тогда, 35 лет назад и привал. Ну, что с меня взять-то, ставичка-то. Тогда было. Это сейчас меня считают этим зубром. А тогда а вот человек, простой человек, наш советский, вот, это черемушки. У него, мы его называем по профессии пианист. Теперь все знают, что это пианист. Вот Елена Александровна Савинич, та самая, которая, я говорю, знает московский бомонд, вот, которая четыре языка знает и еще будущая студентка уже сотни работ написала. Это уникальнейший человек. Она же изучила всю мою агротехнику. И мы теперь, я ее привожу к пианисту, как к другу привожу. Я говорю, посмотри, Лена, вот на это вот, на степную вишню, на кустарник. Он умудрился привить черешню, она снизила рост и плодоносит. И теперь, пока она еще жива, неизвестно, сколько будет, уже с нее веточки брать, брать и переносить. Вот у нас того добра хватает у нас в Сибири. Именно степной вишни. Я их видел в Кузбассе. Даже с автобуса видел. Растет как сорняк, никому не нужно. Вот это одно из направлений снижения высоты. И главное, у нее эти корни вот такие вот. Поняли? Тоже вот такие корни у нее. Вот еще, видите как. Ну вот не повезло вам, или наоборот повезло. Не повезло, что можно было сходу за пять лет вырастить лучше сад. Не, не в Подмосковье. Нет, что вы, это все ненагло. Во всей России. А имея такое препятствие, как сугринок, то есть вам придется, я уже заканчиваю этот разговор, подвожу почти итоги, вам придется сугринок, вам придется несколько самосвалов с хорошей землей завозить, сверху рассыпать, в виде гряд, в виде холмов. Но это уже все, вы найдете материалы на моих сайтах, на моем сайте, на моих каналах. Вот, отдельный разговор. Но главное, вот эти основные направления. Все можно иметь, но уже не просто так, уже, знаете, как это самое, нормальные герои всегда идут в обход, эта песня уже про вас. Вот. Ну и сейчас уже время наше истекает, сейчас выключится опять это самое. И я просто даже не буду уже комментировать, потому что, ну вот, хорошо бы абрикосы, но если у вас есть земля, я показывал схемы, помните, подводные воды, или садить все подряд, по принципу выживет, ну на 5-7-8-й год сад может погибнуть. Если у вас правда метр два, ну если хотя бы три уже это, и все-таки ваша основа по двое вишни, по двое сибирских штамповых, сибирских яблонь, вот, по двое сливы, слив китайских, вот, войлыш сливов, на ней даже персик можно привить. Вот, придется как нормальному герою идти в обход. Вот, вот это вот опасно. Ну и любой торгар сказал бы, покупите у меня 100, где 10 тысяч косточек, купите у меня тысячу саженцев, и хорошо бы на вас заработал. Я бы рассказал всю правду, всю. Вот, а еще много интересного хотел рассказать, потому что если школьный сад, нет, не школьный, колхозный сад из тысяч деревьев зачерчал сразу, то я еще много хотел секретов рассказать. Как я свою ранетку спас садичане, вот это видите, так и каждый год так плодоносят, никому не нужны. Вот, я спасал с помощью ментора. Сейчас уже нет времени, кто из вас уже поймет, что такое ментор, вот как можно удержать качество вот этой вот ранетки. Исчезающий вид, представляете, страна дичает, страна деградирует, вместе с ней деградируют сады. А вот она моя, которую я вернул и качество с помощью ментора, привил крупноплодных, и еще с помощью сильнейших обрезки. Еще я хотел показать вам Сибирку, настоящую, грандиозную снимку, 15 лет. Представляете, какая она сейчас жива. Вот, а вот они, черные абрикосы, теряют окраску. Вот, а можно заняться еще и косточкой, кустарниковыми культурами. Представляете, все ваши 24 сотки, а это уже близкая вода, это уже грандиозный успех. И смородина будет расти, и малина будет расти, причем начинать надо с лучших сортов. Вот здесь Елена Александровна цены нет. Вот, наше Савинич, красноярская аспирантка. Вот, все у нее связи, у нее вот такие сорта есть еще и не лучше. Черноплодка. Можно лечебный сад, вот я так пишу, может кустарниковый лечебный сад, Станислав Аркадьевич. Тоже неприятное. У вас будет проблема с этим помощником нанитого, вы практикующий медик, вы не справитесь, это тоже проблема. Вот. А дальше я хотел еще кое-что рассказать, как бы развивался ваш сад. Вот, вот так. Все, уже время истекло, сейчас включится сам это сам. Вот. А поначалу, поначалу у вас получились бы, то есть садите вот это самое, междурядие засаживайте, 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 то есть как можно больше эффект получить. Междурядие Медик месторг Медик 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 Субтитры создавал DimaTorzok